Бокер Тов в недельной главе Шовтим, в главе 18 строчка 13, 13, есть такая фраза ТАМИМ ТИГЕ ИМ АЩАМИЛОКЕХА Эта фраза достаточно знаменитая, ее можно перевести как Будь искренней, будь прямым, будь цельным Первый перевод это Будь цельным с Всевышним, Твоим Богом Надо упомянуть нам, что глава Шовтим, как мы понимаем по названию, это Судьи Говорит об необходимости назначения судей и то, что мы бы сказали в наше время Судебных исполнителей в народе Израиля для каждого колена, в каждом городе Для того, чтобы был справедливый суд Также в этой главе упоминается, что мы обязаны творить справедливость, удалять зло из нашей среды Это отдельная, очень важная тема, глубочайшая О том, что человек не может закрывать глаза Что очень, кстати, распространено среди людей Когда мы под маркой того, что мы интерпретируем все к добру Что мы верим, что все будет хорошо Мы закрываем глаза на предпосылки, на ростки Которые потом вырастают в очень нехорошие последствия И это в разнообразных жизненных ситуациях мы встречаем такую жизненную позицию Она контрпродуктивна, она не по Торе Подобно тому, как родитель обязан получать своего ребенка Даже наши мудрецы говорят, что тот, кто не бьет своего ребенка Он как будто желает ему зла Не следует понимать буквально слово бьет Это поучает Это наказывает Для того, чтобы ребенок приучался к тому, что в мире есть всегда Наказание за проступок Ничего не остается просто так Есть ответственность Так вот, слово «тамим» — это понимание того, что мир представляет собой Сложную систему Где у нас помимо еще хеседа, добра как такового, чистого добра Символ которого Авраам, Авину Есть еще гвуа, есть еще суд, есть ограничение, есть сдерживание Это Ицхак Для того, чтобы мы правильно научились выдерживать правильную пропорцию Тогда мы должны учиться Мы должны развивать в себе и то, и другое качество Смотреть, как его применять Тогда мы выходим на качество гармонии Которое еще называется Иферет И символизирует его Яков Как мы сказали, слово «тамим» — цельность Оно очень синонимы этого слова Это искренность, это прямота Это такое качество, которое можно сравнить Вот как ты абсолютно полно доверяешь кому-либо Как ребенок доверяет своему родителю Полностью безэтно Он видит, что родители его, безусловно, любят И точно так же мы со Всевышним должны быть томим Мы должны быть цельны Наша цельность сознания Она тесно связана с тем Насколько мы подчиняем себе вожделение нашего тела Эта недельная глава Шофтим Она как раз описыващена тому Как по сути своей Наказывать, справляться с последствиями вожделения тела Что такое вожделение тела? Это и гнев Это прежде всего корень всего Мы неоднократно об этом говорили Это гордыня Гордыня Есть корень всех вожделенческих качеств И одновременно гордыня Есть и символ тоски Грусти Не символ, а ее источник Не тоска, грусть Когда человек в рамках самоанализа В рамках размышления о божественном Он сожалеет, скорбит о том Что недостаточно еще сделано работы Для того, чтобы приблизить То время, которое называется время Машеха Когда каскад удивительных событий Явит себя И Всевышний Проявит себя более открыто И все увидят Власть Творца над всем миром Имеется ввиду тоска и грусть Которая деструктивная Которая Можно сказать Депрессивная Депрессия по сути Сама по себе депрессия А в глубине своей Имеет источник гордость Гордыня Почему так? Потому что Человек как будто Говорит Небесам Что я категорически не согласен С тем, что происходит Я считаю, что это несправедливо И Соответственно Запирается В своих мыслях Дальше приходит Жалость к себе И этот поток Можно продолжать В принципе Не об этом Хотелось поговорить Вожделенческие Качества тела Они должны контролироваться Нашим сознанием Нашим мозгом Нашим Божественным интеллектом И Если Эффективный Есть контроль Тогда мы Понимаем, что Мы целостны Мы гармоничны Если контроль Неэффективный Тогда тело Тело периодически Берет вверх Человек совершает Некую ошибку Некий грех Тело На иврите Это Обозначается Словом Гуф Хотя Если посмотреть Более глубже То На иврите Тело Это Слово Гвия А гуф Это Арамейское Слово И Если Заглянуть В другой источник Который Также Называется Шуфтим Это Одна из частей Танаха Книга Судей То Есть там Рассказ Как Шемшон Достает Мед Из тела Разорванного Им Льва И тело Льва Там названо Гвия Таарье И В историю Эту не стоит Сейчас входить Но что интересно Вот в этой В этом Что символично В этой истории Когда Шемшон Это символ Воинственной Скажем так Личности Ради Скажем так Установления Справедливости Установления Божественной Славы В этом мире Образно Можно так Сказать Так вот С одной стороны Наши мудрецы Говорят Что для того Чтобы Мы Служили Творцу Наиболее Совершенно И не совершали Опрометчивых Поступков Грехов То Наше Тело Оно должно Быть Проворным Нужно Заставлять Себя Бегать Рассказывают О многих Цадиков Нашего Поколения Предыдущих Поколений Которые Настолько Ценили Время Свое Что они Не ходили По улицам Они бегали Потому что Чем больше Человек Погружается В Тору Тем он Понимает Что он Меньше Знает Что у него Все меньше Остается Времени В этой Жизни Узнать С каждой Минутой С каждым Днем И Как можно Узнать Человека Который Его Нравственное Развитие Которого На высоком Уровне Он очень Ценит Время Ничего Его не Может Так Вывести Из равновесия Как потеря Времени Это говорит О том Что человек Понимает Приоритеты Правильно Нет Деньги Деньги Тоже Важно Это то Что Есть Это данность Нам нужно Зарабатывать Нам нужно Управлять Своими Финансовыми Ресурсами Но Время Это Невозобновляемый Ресурс Даже Здоровье С Божьей Помощью Естественно И деньги И все Оно все Возобновляемое Практически Время Невозможно Повернуть Спять Невозможно Его остановить Невозможно Ничего И не помогают Здесь Никакие Физические Нововведения Из области Физики Из области Астрономии Если лететь Там со скоростью Света То Здесь пройдет Столько лет А там пройдет Столько лет Все это нас Вообще не интересует Никто Из нас С вами Скоростью Света Не летает В рамках Просто Арифметической Гимнастики И Математической Развития Математической Логики Мы можем Восхититься Некими Исследованиями Где действительно Там можно Перегнать Время Обогнать Время Но мы С вами Не летаем Каждый день До Марса И обратно Для того Чтобы остановить Его Мы живем На земле И на земле Каждый день Он Невосполним И Как мы уже Говорили Что Шимшон Он достает Из льва Мед Убитого Им Льва У нас Сравнивается Лев В двух В двух Аспектах Мы Упоминается В наших книгах Первое Это аспект Что мы должны Быть Как лев Как С точки Зрения Качеств Льва В служении Творцу То есть Своего рода Рьяно Но спокойно Но опять же Очень активно Агрессивно Стараться Всячески Приближаться К Всевышнему Приближать Других людей Это качество Льва Качество Царственности Качество Когда мы Стараемся Максимально Быть Подобным Всевышнему Но Есть и в другом Еще аспекте Когда человек Потакает Своим Собственным Вожделенческим Качеством Ецерара Он все больше Питает Свою Ецерара Своё Злое Начало Например Смотрит Не на то Что надо Думает Не о чем Что надо Занимается Не тем Чем надо И Ецерарай Злое Начало Оно Становится Более Агрессивным Тоже Как лев Тоже Как лев И человеку Все сложнее Его победить И вот Тут В момент Когда Человек Берет И переворачивает Свой поступок Переворачивает Свои Свои Мысли Свои Занятия Доставит Точку В правильную Сторону Он Как будто Убивает Этого Льва То есть Злое Начало Оно Несмотря На то Что оно Огромное Ему Наносится Несокрушимый Удар И Человек Обретает Яркий Свет То есть Он Ему было Очень тяжело Противостоять Ему Тяжело Было Опять же По своему Бездумию По своему По своим По своей Вине Можно Сказать Но все-таки Он делает Усилия Он Ставит Точку И Он Чувствует Огромное Облегчение Вот это Облегчение Это Ничто Иное Есть Как Воссоединение Службы Тела И Души Качество Томим Качество Восстановления Качество Гармонии Когда человек Понимает Что Все Наконец-то Он идет В правильную Сторону Он спокоен Он доволен Этим Что Он сумел Победить Яцарара И вот Достать Мед Из Яцарара Это вот В этот момент Когда ты Принял волевое Некое решение Что-либо Делать Или не делать Здесь как бы Два Два Аспекта Достать Мед Это Несмотря На то Что ты Кормил Этот Яцарара Своими Умышленными Неумышленными Поступками Мыслями И так далее В какой-то момент Ты останавливаешься Ты делаешь Полную Чуву Полное Раскаяние И вот Этот Мед Это Есть тот Свет Награда Тебе Твое Душевное Спокойствие Твой Мазаль Восстановленный Да То есть Благоволение Всевышнего К твоей К твоему Жизненному Пути За то Что ты Смог Остановиться И это Совершенно Не значит Что мы Должны Что-то Подкармливать А потом Должны Ити Напровоцировать Себя Должны Себя Испытывать Нет Не имеется Ввиду Это У нас Достаточно В течении Жизни Неких Слабостей Больших Маленьких Совершенно Не важно Когда мы Неумышленно Им потакаем Умышленно Ни в коем Случа Человек Не должен Себя Испытывать Тем Чем Не заповедано Нам Так С Божьей Помощью Нам нужно Особенно Сейчас В месяц Луль Искренне Посмотреть Внутрь Себя Где мы Скормили Не тех Львов Что надо Где у нас Наши Вожделенческие Гневливые Различного Рода Негативные Моменты Которые Расщепляют Нашу целостность Качество Тамим Качество Спокойства Простодушия Искренности Ощущения Правды В своем Сердце Что мешает Этому Потому что Любое Нарушение Качества Тамим Любое Нарушение Качества Цельности Приводит К появлению Сомнения Софек И оно Начинает Все больше И больше Разъедать Нашу душу Начинает Раскачивать И другие Жизненные Правильные Ценностные Установки Это все Надо остановить Это все Надо искоренить Для того Чтобы мы Подошли С чистым Сердцем Кроши Шанак Йом Кипур И Безгаташем Кто этого Добьется Тому Тот Очень быстро Пройдет Небесный Суд И будет Хороший Приговор Всем Нам С Божьей Помощью Продолжение следует